Если нас будет много, мы будем постоянно подавать свой голос, если мы создадим какой-то определенный прецедент, если мы будем пробовать это делать, то тогда мы поймем, будет результат или нет. Елена Шелковая просит депортировать ее из Казахстана вместо отца Сафрония. Она обратилась к президенту и министру внутренних дел. Женщина готова добровольно покинуть родину, в которой вместо того, чтобы поддерживать священнослужителя, чиновники постановили выслать в Россию неугодного батюшку. На мой взгляд, творится какой-то беспредел, можно даже сказать, даже под знаком закона. Но на самом деле от бессилия, от того, что никак не можешь повлиять на ситуацию, поэтому мы пошли на такой отчаянный шаг. От беспомощности они не знают, что делать. В Союз мусульман женщина вступила после того, как поняла, что от руководства православной епархии поддержки отцу Сафронию не дождаться. Сейчас вместе с другими активистами они хотят собрать миллион единомышленников, которые готовы не на словах, а на деле помочь священнику. То есть воспрепятствовать высылке отца Сафрония. Если один миллион казахстанцев действительно выразит такое желание, я думаю, что это в этой стране изменится. Мы решили обратиться также в посольство Соединенных Штатов России, страны Евросоюза, с просьбой в случае подобной депортации принять один миллион казахстанцев, которые желают быть депортированы из этой страны в знак поддержки отца Сафрония. Вызнать отца Сафрония, избавиться от детей и стариков и завладеть приходской землей. По мнению Мурата Телебекова, эта история с депортацией развивается именно по такому сценарию. А по информации батюшки, уже есть распоряжение отправить воспитанников в приютах в детский дом номер один города Талдыкургана. Нам позвонили, позвонили, говорится, люди и сказали, что было совещание в первом детдоме, что скоро дети отца Сафрония будут везти в Талдыкурган, надо готовиться, что дети побудут номер один. Представляете? Сегодня с утра отец Сафроний не мог получить на руки решение Ильинского районного суда для обжалования в апелляционной коллегии. Эта затяжка времени лишает священнослужителя последнего шанса на справедливый исход дела. Только за несколько дней материалы о судьбе отца Сафрония собрали в социальной сети несколько тысяч лайков и репостов. Люди делятся своими возмущениями и даже предлагают помощь. Удивительно, что все они готовы выйти из онлайна в офлайн, потому что понимают, что на месте отца Сафрония завтра может оказаться каждый из нас. Евгения Сазонова, Александр Платонов, Алматы, Казахстан.